Как распознать инсульт и спасти больному жизнь? В поликлинике городской больницы прошла акция, направленная на профилактику смертельного заболевания. В работе Всемирного дня борьбы с инсультом приняла участие наша съемочная группа. Подробности в сюжете. Алине Бибиной 19 лет. Она студентка 4-го курса Муромского медицинского колледжа. Недавно в ее семье произошла беда. У бабушки случился инсульт. Благодаря своей временной помощи пожилую женщину удалось спасти. Сегодня в числе других волонтеров девушка доводит до посетителей больницы самую важную информацию о смертельной болезни. Сегодня у нас проходит акция. Скажите, пожалуйста, вы знаете признаки инсульта? Если вовремя распознать инсульт, человеку можно сохранить здоровье, уверены медики. Первый признак – это то, что человек не может сказать даже простое предложение. Мы его просим сказать, как его зовут, а он даже не может этого ответить. Второй признак – это когда асимметрия лица. То есть мы попросим его улыбнуться. Одной стороной он сможет улыбнуться, а второй уголок рта будет опущен. Третий признак инсульта – это когда мы попросим человека поднять обе руки. Одну руку он сможет поднять, а вторую не сможет. К чему нужно стремиться – это вызвать скорую помощь в первые три часа. Это вероятность того, что человек будет спасен. По данным статистики, 31% людей, перенесших инсульт, нуждаются в посторонней помощи. 20% не могут самостоятельно ходить, и лишь 8% могут вернуться к прежней работе. Огромное значение имеет профилактика. Это и лечение артериальной гипертензии. Это и диспансерное наблюдение, прохождение диспансерных осмотров раз в три года. Так называемая дополнительная диспансеризация взрослого населения. То есть это выявление факторов риска и борьба с факторами риска. В рамках Всемирного дня борьбы с инсультом с родственниками больных обучающий мастер-класс проводила мультидисциплинарная бригада. В составе нашей бригады входят сотрудники по лечебной физкультуре, мультидисциплинарный психолог наш и логопед, соответственно. Также входят трудотерапевт и массажист. Наша задача помочь оказанию помощи больным с инсультом, обучению их программе реабилитации и также обучение индивидуальной программе для родственников. Вопросу адаптации больных, перенесших инсульт, было уделено особое внимание. Вчера у нас случилась беда такая в семье, я впервые сталкиваюсь с этим. И вот, конечно, нужно, чтобы в такой момент рядом с человеком кто-то был рядом и знал, как помочь своевременно, чтобы, так сказать, не было никаких последствий серьезных. Вот. Хотелось бы, чтобы помогли врачи, психологи, научили, как в такой ситуации быть. Только за последние 9 месяцев в неврологическом отделении для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения городской больницы, помощь была оказана почти 700 муромлянам. Елена Петрова, Александр Симонов, Новости, Муром.